Итак, ребята, всем здравствуйте. Меня зовут Михаил Евгеньевич. Сегодня у нас с вами урок информатики. И я сразу вам хочу задать первый и, наверное, очень-очетвертый вопрос. С помощью чего мы осуществляем счёт? С помощью цифр. Хорошо. А сколько цифр вы знаете? Десять. Сколько? Десять. Десять, да? Назовите, какие цифры вы знаете? Один, два, три, четыре, пять, десять, восемь, три. Всё правильно. Десять цифр. То есть вы знаете десять цифр. А слышали такое понятие системы исчислений? Это какая система исчислений? Десятичная система. Всё правильно. Это десятичная система исчислений. А какое основание у этой системы? Слышали понятие такое основание? Вот, хорошо. Основание системы равно количеству цифр в системе исчислений. Понятно, да? То есть это десятичная система исчислений, и её основание равно десяти. И записывается оно следующим образом, обратите внимание. Записывайте число, и вправо-нижний угол мы записываем основание системы. Вообще по-хорошему, даже когда мы какие-то подсчёты в математике выполняем, нужно основание системы подписывать. Хорошо, теперь смотрите, представьте себе такую ситуацию. Я думаю, возможно, вы это даже знаете. Все компьютерные системы работают по принципу, либо в них есть ток, либо в них только нет. Это логика, да, такая компьютерная логика. Представьте, что вы математики. Вот эти два состояния есть только и нет только. С помощью каких цифр можно сказать? Двале один. Хорошо, молчили. А какая это система исчисления? Два личная. Два личная система исчисления. Основание этой системы исчисления какое? Два. Ну и записывается оно точно так же. То есть, видите, мы записываем число, и вправо-нижний угол ставим основание. Хотя, смотрите, возникает законный вопрос. Вот вы когда что-то печатаете, работаете в каких-то, может быть, мессенджерах и так дальше, вы же вводите десятичные числа. А мы с вами выяснили, что компьютеры работают только из двоичных. Что происходит с вами? Перевод. Перевод. Как вы думаете, какая тема ваша в сферочном занятия? Перевод. Перевод чего? Из двоичной системы. Научиться переводить. Научиться переводить очень просто, да. Все логично, правда же? И смотрите, интересно, компьютер умеет это делать, а мы не умеем, но хотелось бы научиться, правда же? И поэтому я предлагаю вам такую сразу задачу. Смотрите, мне двадцать семь лет, это истинно. А моей сестре один, один, ноль, один, лет в двоичной системе. Чему равен наш суммарный возраст? Вот скажите сразу заходим вопросом, мы можем сразу осуществить сложение изменений? А что нам нужно сделать? Перевести. Перевести по двоичной системе. Да, все это и другое. И то, и другое? А двадцать семь десятичные не нужно переводить? Нет. Нет, значит, это... Либо одно перевести в десятичную. А вы умеете в двоичной системе складывать? В двоичной. Нет. Очень десятично. Нам привычнее, правда же? То есть мы берем вот это число и переводим его в двоичную систему их числения. А потом что-то будем делать? Можно. Поэтому складывается. Очень просто. Вот смотрите, предположить, какое-то число не умеет переводить, когда-то же мы пока не можем. А поэтому для того, чтобы немножко вам задачу подвечить, я взял и предложил вам три числа. Моей сестре тринадцать, моей сестре шестнадцать, а может быть моей сестре десять. И вот смотрите, сейчас я разбил вас на две группы неспроста. Вы выполните маленькое медиа-исследование. Одна группа будет выяснять, а как же осуществляется перевод вот этого двоичного числа в десятичную систему исчислений, а вторая группа будет выяснять, а как вот эти три числа из десятичной системы переводятся в двоичную систему. Хорошо? Давай. Так, я разбил вам теоретический материал, вы его читаете, но самое главное, смотрите, ребят. После того, как вы в группах работаете, каждый из вас должен уметь, потому что это умение вам в дальнейшем пригодится. Хорошо? Всё хорошо. Так, давайте. Так, вы будете осуществлять артистичную систему, поэтому для того, чтобы было удобно, я вам оставлю правильную. Но работой старайтесь вместе. То есть вы её обсуждаете, это прямо обсуждение очень важно. А вы, наоборот, отключитесь, переводите двоичную систему в десятичную систему. Ребята, не стесняйтесь. Всё хорошо. Здесь ничего сложного, такого я вам не предлагаю. Ну всё, мы можем начинать. Конечно, ребят, если вы на листочке вычете, я вам расскажу. Можете там писать, можете на листочках, как хотите. И ещё, если что-то вдруг не получается, вы можете меня использовать как источник информации. Это не выстреляется. Самое главное — обсудите это потом. Оно вторая будет? Вы, получается, вторая. Это не тысячная система, а двоичка. Отлично. Я могу сказать. Это было очень-очень не листочка. Спасибо. 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 Ну что, ребята, как у вас дела? Получилось, да? Хорошо. Сейчас еще и все движемся. Ага, все вижу. Вы тоже все, да? Сейчас у нас еще чуть-чуть осталось. Все, да? Отлично. Ну давайте посмотрим, что у вас получилось. Итак, у вас получилось, как у меня. Итак, давайте первая группа. 1, 1, 0, 1, двоичная. Это сколько у десятичных? Тринадцать. Это тринадцать. То есть моей сестре? Тринадцать лет. Хорошо. Давайте, как ты видишь, у нас вторая группа. Десять у вас в обычной системе это сколько? Один, ноль, один, ноль, двоичная. Хорошо. Тринадцать? Один, один, ноль, один. Совпало? Ну и шестнадцать? Один, ноль, ноль, ноль. Да, все верно. Один, ноль, ноль, ноль. Один, ноль, 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 ноль. Здесь нельзя говорить о десять тысяч, да? Потому что здесь числа, циклы не нужны другие. Хорошо. Раз мне двадцать семь. Значит, суммарный возраст нашей сестры какой? Сорок лет. Сорок лет. Все правильно. Хорошо. Вы большие молодцы. А вот теперь смотрите, я вам раздам карточки небольшие. Сорок лет. Так. Вы у меня эфиристичный. Сорок лет. А это вам? Посмотрите внимательно на карточки. Скажите, пожалуйста, вы можете осуществить перевод? Попробую. Сорок лет. Сорок лет. Сорок лет. До этого же был другой? Да. Правильно? То есть он был обратный. Как у вас с переводом этих чисел? Ну, тяжело-то, правда же? Потому что здесь алгоритм-то совсем другой. Вы же не знаете, какой алгоритм перевода обратный? Вот смотрите, я вам сейчас предлагаю такую работу, ребят. Вы умеете делать одно, а вы умеете делать другое. Разбейтесь, пожалуйста, по парам и научите друг друга переводить числа. Вы учите этих ребят переводить из двоичной системы десятично, а вы, наоборот, их учите из десятичной и двоичной. Разсядьтесь, пожалуйста, по парам. Можете взять свои стульчики, алгоритмы, все что угодно. То есть разбейтесь по парам, как вам поинтересно. Рассаживайтесь. 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 Прямо, то есть, что это за трансляцию. Без пары будет меня учить. Кто-то не останется без пары будет меня учить. Окей? Кто без пары? Матвей, ты беспорядок. Вы будете из семьи. Короче, я сейчас. Тогда я субтитрую вас, хорошо? Так, вы осуществляли решение с какой? Вечный, да? Хорошо. Посмотрите, у меня есть такое число. Горида. Субтитры делал DimaTorzok Дальше. Удившись. Дальше. Удившись. Удившись. Продолжение следует... 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 У всех есть? У всех есть? Если будет что-то непонятно в листах самооценивания, то можете их остановить. Главное не переживать, как вы сами считаете, как оно есть. Я обещаю, что я никому это не покажу, это останется у него. То есть вы работаете только сами. Ну и, естественно, очень такого. Последний слог это не заполнять. Вы уже там заметили, да, что там оценка, что рекоменда, но её пока не надо. Тест разве был? Ага, демор. Поэтому мы её останемся. Если готов, то можете мне один издать. А один для себе возьму, а один останется у тебя. Один. Мне один выставляет виски. Спасибо. Так. Угу. 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 Всё отлично. Ребят, вы уже поняли, что здесь не старт вам самооценки был тест. Ну естественно это сейчас будет, но я хочу именно gentlemanku по словам у него позд rather, чем были большой теста. Скажите пожалуйста, цель достигнута наша. Вы научились переводить? Ну тогда вы скажите, пожалуйста. Хорошо, молодцы. А вот просто ваше личное впечатление? Что-то было для вас новое сегодня видео? Или вы, кто всё уже знает? Слышали. Слышали? Слышали, да? Ещё? Слышали. Ну как ничего вы говорите, это уже ничего. Стоит, по-моему, крутиться. Хорошо. Смотрите, я вот сейчас раздал ноутбуки. Я думаю, что в системе NetTest Pro уже все работают, правда же? Да. Отлично. Поэтому я тест на самом деле уже запустил. Ваша задача сейчас будет сесть за компьютер, вернее, я бы уже сдался в компьютер, вы включаете их, там уже тест запущен, вводите фамилию и нажимаете «Начать тест». Помоги, пожалуйста, раздать, хорошо? Я сейчас запущу тест. Я заднём нажать. Я заднём нажать. Я заднём нажать. Нет, нет, нет. Каждый. Да. То есть выполняете каждый? Да, вы поднимаете. Вы поднимите. Вы поднимите. Вы используете. Компьютеры уже включены, они просто в режиме места, поэтому вы их просто из гидернации выводите и всё. Вы поднимите. Спасибо. Садитесь. Вы в лице малого года. Алгоритм можешь взять, если хочешь. Да, ребят, там уже заключено, вы говорите фамилию? Сейчас запустите. И можете приступать. У кого запустился, можете приступать. Да. Ничего страшного. Я не знаю. В этом окна будет ваша. Время ряд ограничено, я выставил 6 минут, поэтому ориентируйтесь. Для всех всё равно, да? Отлично. Отлично. Извините, вам тоже можете поставить на стену. Главное, ребят, не трепите стокор, всё хорошо. Субтитры делал DimaTorzok 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 Два в третьей единицы – это три ноля. Два в четвертой – это единица и четыре ноля. Ну и два в пятой – это единица и пять ноля. Это так. Для того, чтобы просто вы были в курсе всего дела. Закончили? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ребята, что хочу сказать, что большие молодцы. Чувствуете математический профиль? Он прям ощущается. Поэтому прям большие эмоции закончили? Отлично. Ребят, спасибо огромное вам за урок. Честно, с вами нереально круто работать. Вы прям быстро все схватываете, я даже немножко растерялся, потому что привычки такой нет. Хорошо. Спасибо большое. Я думаю, что вы можете не залгонять. Спасибо.